Добрый день, дамы и господа! Представляем ваше внимание дайджест новостей за прошедшую неделю, составленной редакцией портала главпахарь.ру Компания John Deere расширила ассортимент техники и представила новые прицепные опрыскиватели серии R700i. Отличительными особенностями новых моделей R732i и R740i являются точность и интегрированные интеллектуальные технологии. Новые модели доступны с резервуарами емкостью 3200 и 4000 литров соответственно, а также с распылительными штангами шириной от 18 до 30 метров. Опрыскиватели оснащены современной системой Power Spray, новым многофункциональным рычагом управления, местом оператора Solution Command и подготовлены для использования систем ISO Boost. Датский производитель почвообрабатывающей техники HEVA запустил новую модель культиватора SUB Tilder Stealth, которая предназначена для рыхления почвы на средней глубине и борьбы с сорняками. Режущие диски расположены в два ряда для повышения эффективности работы. Расстояние между дисками является стандартным и составляет 500 мм, но может быть изменено до 450 мм или 550, добавляя машине универсальность при работе на различных типах почв. Сами диски и лапы имеют ширину 120 мм и сделаны из литой стали с вольфорамовым наконечником. Новый культиватор доступен с рабочей шириной захвата от 3 до 5 метров. Компания Querneland завершила разработку нового поколения жестких активных барон серии M, H и S, которые предназначены для подготовки семенного ложа в различных почвенных условиях для обеспечения равномерного качественного сева и надлежащей обработки почвы. В новом поколении активных барон Querneland увеличена прочность несущей рамы, а вместе с тем заметно снижен вес всей конструкции орудия. Модели отличаются повышенным уровнем износа стойкости, а спиралевидное расположение зубьев снижает пиковые нагрузки на трансмиссию, что приводит к более плавному ходу и меньшему расходу топлива в тракторе. Осенью текущего года компания Клоас представит новые косилки серии диска с задней навеской шириной от 2,2 до 3,4 метра. Новые косилки будут использовать режущий аппарат MaxCut, который имеет прочный цельный корпус, качественную сборку и требует минимум технического обслуживания благодаря встроенной системе смазки. Режущие диски новых агрегатов установлены в переднем положении на режущей планке для лучшего скрещивания ножей и, следовательно, для оптимального качества резки. MaxCut имеет двойную пружинную подвеску, которая обеспечивает равномерное давление на всю рабочую поверхность. Компания ATH Цюрих совместно с Россией разработает нового автономного робота для прополки. Официальное название проекта – роботизированная система прополки ROW-SYS. Прототип робота будет оснащен четырьмя моторами и индивидуально управляемыми колесами. На роботе будут установлены инновационные литий-ионные батареи, новая система управления, ряд датчиков, камер и мощный бортовой компьютер. Система будет иметь дополнительную защиту от брызг воды, грязи и пыли. Компания DOTS FAR расширяет линейку моделей RC SHIFT 6 серии и представляет новый трактор DOTS FAR AGROTRON 6145-4 RC SHIFT. Новая модель является подходящим решением для клиентов, ищущих тяжелый трактор премиум-класса с самыми высокими эксплуатационными характеристиками. Трактор оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 149 л.с., автоматической коробкой передач RC SHIFT и обновленной кабиной Maxi Vision. Новые тракторы можно будет приобрести по специальным программам финансирования SDF Finance. Компания CRON представила новый волкователь SWADRO TC 1250, рабочая ширина захвата которого составляет от 9 метров 80 сантиметров до 12 с половиной метров. SWADRO TC 1250 имеет привод EZ-Line, который обеспечивает плавный поток и укладку при волковании. Волкователь использует прочную конструкцию, карданную навеску ротора для копирования рельефа почвы даже в тяжелых полевых условиях, а также обновленную систему подъема роторов для чистого подбора и повышения качества кормов. Кроме того, в конструкции волкователей CRON используются редукторы роторов в комбинации с беговой направляющей DURAMAX. POTINGER представила обновленные короткобазовые дисковые бороны TERRA DISK 8001T и 1001T с рабочей шириной захвата 8 и 10 метров. Бороны имеют достаточную производительность и могут выполнять технологические операции с рабочей скоростью до 18 км в час. Главной отличительной особенностью обновленных борон является короткая рама из системы крепления TWIN ARM. TERRA DISK T могут дополнительно оснащаться ISO-BOOTH и комплектоваться трубчатыми, режущими-прикатывающими, резиново-уплотняющими и тандемными сегментно-конусными катками. Компания HORS расширила линейку посевной техники и представила новое семейство TARO HD ESL. Новые сейлки имеют рабочую ширину захвата 6 метров и могут агрегатироваться с тракторами третьего тягового класса. TARO HD ESL оснащены новыми сошниками POWER DISK и TURBO DISK третьего поколения, которое гарантирует оптимальный контроль глубины высева и равномерное выкладывание семян на установленную глубину, даже в сложных условиях. Сейлки имеют возможность автоматического переключения расстояния между рядками от 12,5 до 30 см одним нажатием кнопки. Новые сейлки будут доступны для аграриев с осени 2020 года. Компании HORS и Amazon планируют организовать совместный пилотный проект в Германии, в рамках которого можно произвести краткосрочную аренду навесного оборудования. С июля 2020 года почвообрабатывающие машины шириной захвата от 3 до 12 метров можно взять в аренду у Amazon. Помимо этого, можно арендовать и другие виды техники, такие как опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, сейлки. Тарификация будет производиться ежедневно с учетом объема выполненных работ и наработки в гектарах. По информации представителей компаний Клаос и Amazon, максимальный срок аренды будет составлять 12 месяцев. Летом 2020 года компания ACCO RM подставит на российский рынок новые рулонные пресс-подборщики бренда Massive Ferguson. В новой линейке будут представлены две модели со стандартным приводом от ВОМ и частотой вращения 540 оборотов в минуту. Это пресс-подборщик RB3130 с фиксированной камерой для высокого качества прессования и прочного завязывания и пресс-подборщик RB4160 с изменяемой камерой и системой привода АДС. От перегрузки в период наиболее интенсивных работ система подбора на обеих моделях будет защищать запатентованная технология Hydroflex Control. Триолет работает над созданием нового самоходного кормосмесителя TrioTrak M1400. Новый кормосмеситель будет иметь один шнек и бак объемом 14 кубических метров. Главной особенностью самозагрузочной машины станет обновленная система ввода и подачи. Кроме того, важными изменениями в конструкции станет изменение крепления кабины агрегата и расположение двигателя, который переместится на верхнюю часть задней оси. Триолет подтверждает тот факт, что действительно работает над новой машиной в своем производственном сегменте. Однако, пока не хочет подробно рассказывать о будущей новинке. По информации представителей завода, новый TrioTrak будет официально представлен осенью текущего года. Агромастер выводит на рынок новый комбинированный посевной комплекс Агротор КЗС-85-00, который предназначен для посева зерновых культур по традиционной и минимальной технологии возделывания. Агрегат конструктивно состоит из модуля обработки почвы и посевного модуля, на котором установлен механический регулятор нормы высева ZeroMax. Кроме того, посевной комплекс оснащен универсальным бункером для семян и удобрений емкостью 8 или 12 кубических метров, а также широкопрофильными колесами низкого давления. Новинкой также является фиксация семипроводов специальными кронштейнами, которые позволяют предотвратить износ шлангов. В Болгарии состоялось открытие нового склада запасных частей для техники «Ростельмаш». Компания сообщила, что уже с июня 2020 года аграрии и фермеры из Европы смогут упростить приобретение и получение запасных частей и необходимых комплектующих к прицепным и навесным агрегатам. Появление нового хаба запчастей позволит существенно сократить сроки получения комплектующих техники. По оценкам специалистов, теперь этот процесс может занять всего несколько дней. Правительство России расширило возможности лизинга сельхозтехники. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал специальное распоряжение о выделении Минсельхозу России в 2020 году осигнований в размере 6 миллиардов рублей для осуществления докапитализации в основной капитал акционерного общества «Росагролизинг». Данное решение позволит российским аграриям быстрее обновить парк сельхозтехники и приобрести более полутора тысяч сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях. Средства поступят из резервного фонда правительства Российской Федерации. «Росагролизинг» провел обновление официального сайта и представил первый на рынке маркетплейс по сельскохозяйственной технике и оборудованию. В настоящее время на интернет-площадке «Росагролизинга» представлено 12 тысяч единиц техники и оборудования от более чем 200 поставщиков. По каждой модели в каталоге имеются подробные описания, фото и технические характеристики техники, а также параметры возможного финансирования. Новый маркетплейс использует функциональную и удобную систему фильтрации и поиска, лизинговый калькулятор, а также обновленный и современный личный кабинет клиента. Подробности этих, а также другие новости, вы можете прочитать на портале главпахарь.ру. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин